МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любительская хоккейная команда завода Тольятти Каучук достаточно успешно выступает в чемпионате города Тольятти. Два года назад она дебютировала в дивизионе «Новичок» и стала его победителем. В этом сезоне перед хоккейным коллективом стоят высокие цели в дивизионе любителей. А для их достижения одного кропотливого тренировочного процесса все же недостаточно. Ведь хоккей – это игра. И столь нужный игровой опыт накапливается, как правило, в процессе напряженного равного соперничества на ледовой площадке. Именно поэтому команда Тольятти Каучук, немногим ранее называвшийся «Сибур», использует малейшую возможность попрактиковаться, закрепить игровые связи в товарищеских матчах с интересными и самобытными соперниками. Такими, как команда «Самара-Нефтегаз» из Самары. Этот матч состоялся 27 января на льду спортивного комплекса «Кристалл». Игры не так часто проводятся, но основная задача – это в дальнейшем соревноваться. Встречаемся не зачета, грубо говоря, а товарищеская игра, в дальнейшем, чтобы участвовать в каких-то соревнованиях. Но какие-то спортивные цели перед командой какие стоят? Участие в «Спартаке-Нефте» есть такая цель? Ну, если будет приглашение, конечно, команда всегда готова участвовать, выигрывать, побеждать. Ну, товарищеская встреча всегда интересна, чем обычная тренировка. Сейчас покатаемся, посмотрим, насколько мы готовы другие команды. Мы же тоже тренируемся ради игр. Вообще, это всегда классно поиграть против другой команды. Там тоже, вон, смотрите, ребята подготовленные вышли. Сейчас посмотрим, игра покажет. Вообще, очень интересны именно товарищеские игры. Матч «Тольятти-Каучук-Самара-Нефтегаз» начался без разведки, с обоюдоострыми атаками и взаимными шансами на взятие ворот. Молодежь «Роснефти» оказалась не робкого десятка и заставила оборону хозяев встречи работать с полной нагрузкой. Команды смотрелись на равных скоростно-силовых компонентах игры, но гостям все же немного не хватало исполнительского мастерства, чтобы довести свои комбинации до конца. Экс-сибуровцы атаковали размашисто, комбинационно, старались разыграть шайбу до верного. Единственный гол в первом периоде был забит незадолго до его окончания. В комбинации активно поучаствовал капитан команды Евгений Глядинцев, а шайбу забросил Антон Скорых 1-0. Евгений Глядинцев хорошо увел защитника, я ему хотел отдать отскок, ну и там мое мастерство, конечно, сыграло роль. Стоит отметить, что участники матча, понимая, что аренда льда обходится не дешево, проводили встречу в формате 3 периода по 15 минут грязного времени, при этом отказавшись от отдыха в промежутках между периодами. Дабы усталость не захлестнула игроков, тренеры использовали тактику частой смены составов на льду. В итоге игра получилась скоростной, изобилующей голевыми моментами. Болельщикам было на что посмотреть. Кстати говоря, на предприятии «Тольятти Паучук» сейчас готовят к реализации проект по обучению катанию на коньках детей своих работников, причем мальчиков с уклоном на преимущественно хоккейную подготовку, девочек с ориентацией на фигурное катание. На данный момент идет изучение общественного мнения по этому вопросу. Игра очень насыщенная, на самом деле я первый раз на хоккее. Буря эмоций, ребята молодцы, поэтому я желаю им только победы. А вы как думаете, игра получилась в команде? Да, насыщенная игра, отлично, ребята ведутся достойно. Перелом в матче наступил в середине второго периода, когда преимущество «Тольятти Паучук»овцев стало подавляюще. Но перед этим им пришлось отыграть в численном меньшинстве очень сложные две минуты. Команда выстояла, а вскоре Михаил Буцаев прорвался на ударную позицию, и его мощный бросок смог пробить и клюшку защитника, и доспехи вратаря с обедом. На этом хозяева льда не успокоились, и вскоре в ворота «Роснефти» одна за другой улетели еще несколько шайб. Отличились Евгений Глядинцев, Андрей и Сергей Сергеев. В честь соперников этот временный провал в обороне не только их не деморализовал, но, напротив, заставил предпринять штурм ворот Владимира Мирона. И если бы не мастерство голкипера, творившего в рамке настоящие чудеса спасения, счет мог бы быть более равным. Ну, у нас с 22 по 28 февраля в городе Уфе состоит спорткедр «Роснефти». 39 команд, приезжая со всей России. Мы проводим три раза в неделю тренировки, но тренировки – это одно, а товарищеские встречи – это совсем игра, это другое. Поэтому у нас в Самаре таких сильных команд как бы очень мало. Вот, поэтому мы посоветовавшись, решили, что у Сибура сильная команда. Я созвонился с Глядинцем Евгением, как бы тот обозначил, что сегодня есть понедельник, свободный у них от чемпионата города. Вот, мы с руководством все согласовали, транспорт провели сегодня тренировку и выехали как бы вот на вот эту игру. В заключительной 15-ти минутке характер встречи мало изменился. Тольятти-каушуковцы владели больше шайбой, чаще атаковали. Хоккеисты Самара «Нефтегаз» огрызались быстрыми контратаками, в одной из которых им удалось-таки размочить счет – 5-1. Но заключительное, веское слово осталось за Тольяттицем. Последний гол в матче и свой второй за игру забил Евгений Глядинцем – 6-1. Безусловно, эти смотрины оказались чрезвычайно полезными для обеих хоккейных дружин, подчеркнувших определенный игровой опыт. И теперь есть возможность поработать над ошибками, продумать и натренировать новые схемы игру. Евгений, поздравляем с победой. Спасибо. Игра была интересная. Не сказать, что легкая, да? Не легкая, да. Соперники очень резво начали. То есть мы немножко не готовы были. Но потом собрались и начали уже играть свой хоккей. То есть немножко где-то переигрывать. Хорошо сыграл вратарь у нас. Опять же, очень помог нам сегодня. Спасибо ему. Команда играла, билась. Да, конечно, сильные, интересные ребята, молодые есть, хорошие, техничные у вас. Но есть к чему стремиться. У нас как бы первая игра. Я думаю, что если мы еще раз с вами встретимся, будет счет более такой лояльный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА